Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Поддержка фермерства и новые туристические маршруты. В Анапе обсудили развитие сельских территорий и агропромышленного комплекса. Пустырь не должен пустовать. Глава «Анапа» подверг критике состояние земель, предназначенных для строительства социальных объектов. Игры с бабой-ягой и уроки рисования под звуки скрипки. Детские лагеря дневного пребывания замяли интересным досугом анапскую детвору на время летних каникул. К частной и муниципальной земле подход один. Как минимум, она должна содержаться в порядке. Глава «Анапа» вместе с заместителями выехал в Алексеевку на улицу Спортивная. Участок, который администрация через суд вернула под строительство школы, выглядит брошенным. Сергей Сергеев потребовал от подчиненных с уважением относиться к проделанной юристами работе и наказу монопчан. Здесь, в Алексеевке, нужна школа. И здесь она будет. Это стало принципиальной позицией главы курорта и администрации в суде, когда решался вопрос о возврате этой земли в муниципальную собственность. Сегодня идут предпроектные работы по строительству школы. С марта прошлого года этот участок в нашем постоянном безсрочном пользовании. На него мы получили технические условия и подали везде заявки на тех условиях. Получили нашу воду в канализацию. Глава прерывает объяснение. На месте будущего строительства Сергей Павлович собрал ответственных для того, чтобы указать на состояние муниципальной земли. У меня вопрос. Если вот часть, физическое лицо, либо юридическое лицо, владеющее землей в любой форме, в собственности, в аренде, будет содержать ее вот в таком состоянии. Ну что должны сделать, согласно правилу благоустройства? Нашли изъять. Что сделать? Сначала привлечь установленную административную ответственность за вот это содержание. А потом решать вопрос об изъятии этого земель на участок. Поэтому у меня вопрос. Почему в таком состоянии находится участок? Поручение звучит следующее. Привести в порядок, огородить участок, поставить информационные стенды с указанием предназначения этой земли. Еще одно замечание главы курорта касается дороги к детской городской больнице. Улица нуждается в благоустройстве. Поэтому пути едут жители Анапы и многочисленные гости. Здесь затрат не надо миллионных. Здесь просто надо поставить, закрепить уборщиков и убирать. Прибордюрку в торце пересечения с Ленинградской будет клумба красивая, округлая. Она должна быть красивая, потому что сюда едут с детьми. Еще один участок, о котором напомнил заместителем Сергей Павлович на улице Солнечной. Он зарезервирован под строительство детского сада. Эти 20 соток должны быть приведены в порядок и временно заняты по детскую или спортивную площадку. Сегодня состоялось выездное совещание комитета по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса. В состав комитета вошли представители администрации, общественного совета и депутаты. Делегация проинспектировала ярмарки привоза, посетила новый фруктовый сад и туристическую рыболовецкую базу. По маршруту сельскохозяйственных точек и агротуризма проехала наша съемочная группа. В Анапском районе работает 21 ярмарка-привоз. Пять в городе, остальные в сельских округах. Делегация проверяет, как выполняются правила торговли, не нарушают ли продавцы ценовую политику и насколько востребованы ярмарки среди населения. Хорошие продукты, качество, доброжелательно, всегда улыбаются. И в принципе у нас есть выбор, мы всегда можем немножко отойти. Главное, рядом удобно и с детьми это очень удобно, поэтому обязательно должно быть. Наши дети на вторую неделю уже на молоке, уже этим кубанском, краснодарском, они уже не едят полную порцию, у нас уже половину. То есть свежий воздух и хорошее питание, достойное, хорошее качественное питание, конечно, хорошо. Продавцы тоже довольны, сами признаются, если соблюдать правила торговли и не завышать цены, товар уходит за считанные часы. Сейчас в это время больше всего зелень идет. А так как есть люди, которые дорого продают, а у меня недорого, поэтому я быстро распродаю. Посетив еще несколько ярмарок, представители комитета отправились в станицу Гостогаевскую. Совсем недавно местный фермер Александр Сидиков на территории в 4 гектара посадил саженцы яблони и черешни. Уже подведено электричество, проведено шпалерно-капельное орошение. Возведены бетонные опоры для установки противоградовой сетки, которая убережет молодые посадки, а в будущем и весь урожай от воздействия непогоды. Как признается аграрий, начинал с нуля, но благодаря поддержке городских властей половина дела уже сделана. Через два года этот сад будет давать полноценный урожай. Администрация идет на встречу, сейчас собираем документы, сдаем в администрацию, передаем в сельское министерство сельского хозяйства для получения субсидий. Хотим попасть под программу, чтобы получить и дальше развиваться. Еще одна точка визита комиссии – база «Родные просторы». Это туристическое направление для любителей активного отдыха и рыбалки, которые в последнее время пользуются большим спросом. Комиссия отмечает, таких баз должно быть намного больше. Нужно использовать не только пляжный потенциал, но и развивать альтернативные направления, чтобы у туристов была возможность выбора отдыха. В Краснодарском крае, в нашем муниципальном образовании, город-курорт Анапа, уделяется большое внимание для развития агротуризма. Поскольку город-курорт Анапа принимает большое количество гостей со всей России. И, конечно, не только город, но и показать наши окрестности, наши территории, сельское хозяйство развитое. Я думаю, что это очень хороший пример. Мы сегодня находимся на одной из баз агротуризма «Родные просторы». Это действительно очень перспективное, очень хорошее направление. Люди едут сюда с удовольствием и посмотреть, так сказать, воочию, что такое сельское хозяйство, принять участие, порыбачить, отдохнуть. Я думаю, что это действительно очень хороший отдых на природе. Участники комиссии результатами проверки остались довольны. Все запланированные работы по организации процесса развития сельских территорий и агрокомплекса идут в полном объеме и в срок. Работа комитета продолжится в рабочем порядке. Пляжи Анапы готовы к приему отдыхающих. Курортный сезон официально откроется 11 июня, но первые туристы уже сейчас ищут свое место под солнцем на анапских пляжах. А это значит, что для работников ЖКХ горячая пора уже началась. Частота и комфорт должны обеспечиваться каждый день. Такую задачу ставит глава города Сергей Сергеев. Ежедневно золотой запас курорта приводят в порядок с помощью специальной техники. Очистка от загрязнения производится за счет просеивания песка через специальное вибросито. Таким образом, прибрежная полоса качественно и быстро очищается даже от мелкого мусора. Камни, водоросли, веток и сигаретных окурков. Очищенный песок равномерно рассыпается на поверхность. Просеиваем его через сито и весь мусор, все окурки, все иные предметы, которые кроме печеска убираются в контейнер специальный и выводятся на свалку. После песочек, ну, можно посмотреть, когда вы видели, когда рисуют песком. Вот примерно такой песок остается. Чистый, да, чистый песочек. После уборки и просеивания песок баранует и рыхлят. В зоне ответственности муниципального предприятия объединения курортных услуг свыше 10 километров пляжных территорий. Сейчас здесь работает 5 единиц техники. С наступлением высокого сезона ее количество увеличится до 10. Работы ведутся круглосуточно в несколько смен. Каникулы с пользы. Более 4 тысяч юных жителей города-курорта отдохнут в лагерях дневного пребывания, которые открылись при общеобразовательных школах. В программе купание в море, соревнования, занятия в творческих мастерских и кружках, турпоходы. С сегодняшнего дня начала работать первая смена. Наши корреспонденты побывали на открытии, куда также заглянули сказочные герои. Баба-Яга, массовик-затейник. Так открывают детский лагерь в школе номер один. В этом году здесь отдохнут около 200 ребят, на 50 больше, чем в прошлом. При этом смен две, а не одна. В этом году программу обновили полностью. Много мероприятий посвящено году экологии и 80-летию образования Краснодарского края. Это конкурсы, викторины, квесты. С 8 утра дети у нас до половины третьего, с двухразовым питанием горячим. Питание у них полностью бесплатное. У нас кружки полностью бесплатные. В принципе, родители платят только за дополнительную организацию экскурсий. Кружков 10. Это самый первый шаг в авиамоделировании. А здесь ребята занимаются творчеством под аккомпанемент. Иван Серый закончил музыкальную школу. Узнал, что в первой общеобразовательной нужен учитель музыки. Решил попробовать. Здесь идея в том, чтобы ребята рисовали, а в перерывах слушали скрипку. Я стараюсь привить детям любовь к искусству. В первую очередь, любовь к музыке. Они ведь где слушают музыку? В основном в интернете. А там редко встречается, особенно сейчас в Ютуб, в трендах. Поэтому я стараюсь играть им хорошую музыку, чтобы они слышали, рисовали, развивалось у них творческое мышление. После смен дети по желанию и согласия родителей смогут отправиться на две недели в палаточный лагерь на Утриж. У Виктории Рудаковой сын отдыхает здесь третий год подряд. Во-первых, здесь очень душевно, по-семейному, так сказать. И я самая, для меня определяющая, факт ребенку нравится или нет. Он мне говорит, мама, нравится? Хочу. Без проблем определяем каждый год именно сюда. Попробовали, понравилось. Он бежит с удовольствием, спрашивает в выходные, а когда? Когда в лагерь? Вот видите по реакции. Как рассказали в городском управлении образования, детские лагеря будут работать в два потока. В первом смены открылись в 16 образовательных школах, а во втором детей примут уже 29 школ. Всего в этом году в лагеря дневного пребывания примут более 4 тысяч юных анапчан. Также в Анапе дан старт и работе дворовых игровых площадок. Во время летних каникул вожатые будут работать в городе и сельских населенных пунктах, организуя досуг юных жителей города-курорта. Эти мобильные аттракционы за лето побывают в самых разных точках муниципалитета. В июне их будет 56. В остальное время на площадках будут работать вожатые. Формула проста. Ребенок приходит во двор или другое традиционное место встречи, а там молодые люди со спортивным инвентарем и идеями, игр, конкурсов и других развлечений. И на дворовых, чем занимаемся мы, и в клубных учреждениях, и при школах. Это все важно, очень необходимо, чтобы наши дети были заняты, были всегда под присмотром. Тогда у них не будет возможности совершать какие-то плохие поступки. Площадки организует муниципальный молодежный центр 21 век в координации с органами территориального общественного самоуправления. Сезон открыли в 12 микрорайоне. Микрорайон большой, детей очень много. Выросли, допустим, наши дети. Тогда таких мероприятий не было. А сейчас уже все процветает, все что-то развивается. Новые аттракционы, новый аниматор. Поэтому наш микрорайон очень рад. Во-первых, я хотела бы сегодня поздравить всех с праздником. Поблагодарить администрацию города, Сергея Павловича, за то, что оказывает такую большую заботу о детях. Поблагодарить 21 век. У нас мы с ними постоянно хорошо контактируем. У нас все буквально праздники. Здравствуй, лето. Здравствуй, школа. Новогодние праздники. Масса праздников. Мы в детском сотрудничестве только с 21 веком. Площадки будут работать на постоянной основе. С наступлением лета город переходит на курортный режим. Большая часть сил брошена на организацию отдыха. Можно сказать, что такие мероприятия обеспечивают тылы. Детям не скучно, а взрослым спокойнее. 32 года на страже детского отдыха и развлечений. Всероссийский детский центр «Смена» отпраздновал свой день рождения. 1 июня там прошел грандиозный праздник. Десятки интерактивных площадок, выступления артистов и красочный карнавал. Также в этот день состоялось открытие «Аллеи славы». 1 июня «Смена» собирает всех друзей. Этот день включил много ярких событий. И День защиты детей, и старт первой летней смены, и много других ярких мероприятий. Я желаю вам, чтобы за эти три недели лета вы смогли найти с собой друзей, вернуться в свои города с новыми проектами, с новыми идеями. С праздником! Ждем рождения, друзья! Одно из важных событий – это открытие «Аллеи российской славы». 21 бюст выдающихся людей России представлен на «Аллее». На территории центра на протяжении всего дня работают 50 интерактивных площадок, на которых каждый ребенок нашел занятие по душе. Я пускал птиц, тут был, играл в дартс, два раз попал в середину. Представлен и уникальный проект центра «Парк будущего». Уже в июле этого года пройдет торжественное открытие – 30 павильонов, 6 кластеров. Это профориентация подрастающего поколения и возможность точно выбрать профессию. А пока можно попробовать свои силы и поучиться новому. В этот день в смене дан старт проекту «Равные возможности детям» совместно с Общероссийским народным фронтом. Проект презентовали детям в форме викторины, а единомышленников и представителей региональных организаций партнеров проекта пригласили на круглый стол, где обсудили региональную дорожную карту проекта и предложили пути реализации. Я думаю, что это большое развитие, и то, что это развитие действительно на федеральном уровне, и развитие некоммерческих организаций, и хорошо то, что они будут также направлены по ребятам с ограниченными возможностями. Сдать нормы ГТО, принять участие в традиционных русских играх, запустить воздушного змея или посоревноваться на велосипедах и сегвеях. Проявить свои спортивные способности мог каждый желающий на центральном стадионе смены. На пляже центра можно почувствовать себя настоящим, но необычным строителем сказочного песочного города. Рады, что посетили. Детям очень интересно. Развлекаются, веселятся. Сделали детям праздник. Спасибо вам. Затем территория центра и набережная превратились в настоящие бразильские улицы с яркими костюмами и хорошим настроением. Настоящий зажигательный карнавал. Костюмы ребята готовили в течение всего дня. Сегодня очень круто. Мы выступали очень много раз. Всем очень понравилось, как нам говорили. Было очень весело. С днем рождения! Гала-концерт стал ярким завершающим аккордом. Тысячи гостей. Атмосфера творчества и праздника. День рождения смены и День защиты детей подарил мальчишкам и девчонкам яркий и незабываемый праздник. Эмоции, радость и счастливые улыбки останутся в памяти надолго. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анапа-Океан»» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте «Анапа-Регион.ру». А я с вами прощаюсь. До встречи. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова